привет на канале кайф стример и мы продолжаем играть knock on the coffin lead и так встречи с мелинис мы готовы но вот незадача у нас дофига проклятий зараза зараза горения я думаю всего от этого надо избавляться надо идти вот вот этому безумному врачу давайте так пойдем братья огня захватили деревню и согнали жителей в ратушу внезапно один из пленников израненный мужчина издал нечеловеческий вопль и на глазах у всех превратился в жуткое демоническое отродье он молниеносно бросился командиру братьев огня давай отродье замочим хренак сотку сняли зараза же у меня бестолковых карт и самая самая нужная мне карта в самом конце находится вот как-то так Золотишко. Что-то как-то скромненькое. Сила, ловкость и карта. Уязвимое избрание. Не, не надо нам такое. В начале боя клонирует 3 случайные карты таланта. Жалко, у меня даже хорошего таланта нет. Ну, у меня вообще никаких нет талантов. Какого отличного персонажа я сделал. Ну, давайте возьмем доспейку, все остальное мне не нужно. Пока я помогал убить одержимого, братья огня загнали в ратушу всех жителей деревни и подожгли. Только пламя способно очистить этих людей и эту землю. Сказал мне командир братьев. Ну, а ты, друг мой, заслужил награду. Таковы методы огнебратьев. Если они победят северные врата, обратятся в пепел. Но без их помощи те не одолеть. Инквилинов. Интересная ситуация. В начале хода дает одну силу. Ну, одна сила это не так уж и много. Нет, требует 3. О, доспехи неуязвимости. Первые 4 хода иммунитет к урону. Но нельзя получить блок. Давай возьмем. Стоимость карты в руке 0 до конца боя. Ну, давайте вот это возьмем. Булава огнебратьев. Накладывает горение. Ну, ладно, возьмем. Так, если нам вот сюда, то дальше нам вот сюда. Никак по-другому, да, не пройти? Я увидел раненого воина в золоченых доспехах. Подошел к нему, он рассказал, что братство огня терпит поражение. Демоны атакуют повсеместно. А подкрепление, которое должно было прийти с севера, застряло где-то в гнилых топе. И сражается с неизвестным темным культом. Отдать ему эликсир восстановления. Такой добрый. Я дал ему эликсир и не требовал ничего взамен. Продолжить. Чужеземцы вторгли в северные врата. Братство огня, военизированный орден, нетерпимый ко всем проявлениям нечистой силы, нежити, демонам и любым темным культом, пришли, чтобы очистить землю от скверны. Вместо того, чтобы брать штурмом дворец, они устроили настоящую резню на подступах, уничтожая целые деревни вместе со всеми жителями. К сожалению, согласно их догмам, им ничего не остается, кроме как сжечь дотла всех и вся. Порча слишком глубоко укоренилась во владениях Сигизмунда. Удачная находка. Дай посмотрим. Сила плюс один при потере брони. Эльфийская шапка. Уклонение и регенерация два. Да, ну мне просто надавали вот этой фигне. Ну как? Ну это надо все убирать. Позолотить ручку. Пятьсот монет. А, поторговаться можно? А что такое? Ну нет, давайте просто замочим. Ну правда он сильный. А я, кстати, не те зелики взял. Сто шестьдесят. Чё-то маловато. Так, две карты подряд, по сути, не стоит сейчас разыгрывать. Какая колода у меня, мать его, замечательная. Ну сколько шелака. Неинтересно все. Шесть урона, если есть уязвимость, дает десять блок. Когда тут противники будут по сотке бить, то вообще ни хера не спасает. Талант. В начале хода отнимает здоровье и дает карту. Карты были прям хорошие. Не понимаю, зачем мне это надо. Вот, вернуть сгоревшую карту, это усилок надо взять. Тридцать блок, это фуфлоу какое-то. Стоимость карты в руке. А это чё такое? Заброшенный кабак. Не сюда. Излечить от любого недуга, хотя его внешний вид. Избавиться от проклятия. А почему это не горит, сука? Это не укладывалось в мое врачевание. Ты дебил, я ради этого шел. Ну как это понимать? Ну, присаживайся. Родной, ты должен избавиться от проклятий. Ну как так? Ну как это понять? Ну почему не написать-то? Что это такое? Дядь. Я не знаю, что делать. Ну это просто катастрофа. Отдать все золото. 1400 у меня. Ну хорошо, давай отдать все золото. Пусть он мне заклятие приготовит. Оно будет действовать на меня или на врага? На меня. Какой основной эффект? Блядь, какое говно. Лечение, горение. Ну... А какой дополнительный эффект? Регенерация. Ну это меня не спасет, мне кажется. Стоимость этого заклинания. Она будет отнимать здоровье. Она будет лечить и отнимать здоровье. Ну давай, вот это интересно. И что ж ты сделаешь? Рукотворная магия. Лечит 19 здоровья и накладывает 5 регенерации. При разыгрывании отнимает 7 здоровья. Ну... Не сгорает ничего. Вон, чередуем. Грамотно, грамотно. Четко, четко. Чтоб проклятие убрать. Тренироваться или отдыхать? Подожди, подожди. Ну если я вот эту бутылку засосу. Чтобы это... А самую лучшую карточку. А сюда возьму 30 блока. Ну, как тебе тактика? Броня сопротивления. Броня огнебратьев. У меня все огнебратьев. Три предмета. А вот полный комплект огнебратьев при получении урона здоровью от атак... Значит, при получении смертельного урона дает одно здоровье. Иммунитет на 3 хода и метку смерти. И кста. А вот и метку. Хорошо. 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 здоровье 10 непонятно накладывать на всех горение может какой-то иммунитет вот дается дает иммунитет к яду кровотечению герои не получают урона от горения если комплекта из двух предметов сопротивление 3 но это то такое все конечно это не хочу менять мне странное зелье эффект неизвестен возможен летальный исход может место брони взять если я почувствую себя не в порядке надо выпить так а здесь стоимость карта до конца боя но это всякие проклятия может быть их можно будет скидывать так тренироваться между мне не очень хорошее предчувствие так здесь у нас все как было начать так и 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 будет вот я немножко хрупкость стоимость карты в руке до конца боя 0 надо было до атаки сделал так возвращает в руку сгоревшую карту а мне с ракет сейчас пропишут жестко ну такое все конечно но зато можно будет сразу перейти обои сигизмунд ну тут ну что это за хрена тень просто все вон давайте это и 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 22 три раза а не слишком ли много 11 5 хренак 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 ну-ка еще регенерацию и броню охереть просто как врезал козел хренак ну давай гад после таких ран ты продолжал стоять на ногах да заливает история вся выдумка от начала до конца надо вот эту штуку хренак когда-ка еще разочек хренак ну как тебе такое еще вот такой хренак это я тебя еще берегу даже не оглушаю тетрафобия погоди погоди что это такое тетрафобия ты такую тетрафобия покажу падла ну этот детский лепят на лужайке что-то маленькая кп-шка совсем а ты чьих будешь то и 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 Она к чему-то готовилась, вам тоже следовало бы. Метка тайной магии. Разыгрывание трёх карт одного типа подряд сжигает случайную карту в руке. Надо шлак какой-то, чтобы она сжигала мне тогда. Шлак из сжигания. Мортис просто использует тебя тупица. Блядь, она сожгла оглушилку. Вот это я, наверное, невнимательно настолько, пацану, хорошо, хоть не топор. Ну тогда какая разница? Заразу хочешь? Ты зараза. Впрочем, неважно, мне всё равно придётся тебя убить. Убивай цель. Ну я сейчас просто выдержу удар и всё. Потом у меня эти горькие слёзы невесты. При получении негативного эффекта на врага накладывается промо. Продолжение следует... Вот это меня спасёт. Но... Хрена лысого тебе. Сила и хора? Жертва плоти удаляет метку абсолютного превосходства и уменьшает максимальное здоровье героя. Так, мне надо выбрать. Удаляет метку абсолютного превосходства. Уменьшает максимальное здоровье героя на 50%. Удаляет тайну магии. Я всё получаю? Только выберите эффект. Метка тайной магии уменьшает добор карт в начале хода на 2. Удаляет метку высшего знания и снимает с героя все положительные эффекты. Надо прочитать, как это всё, что там означает или нет. А вишется заблокировано. Не дают. Уменьшает максимальное здоровье в половину. Нашего. Правильно. Ну, действительно. Зачем на такое большое? 100. Можно было в 10 раз меньше вообще оставить. Так метка высшего знания здоровья не отнимается. Не восприимчиво к эффектам. Слишком самоуверенно. А как же нам это? Нам надо как-то выстоять? Как это вообще происходит? Карусель. Немощь. Лечение в бою заблокировано. Ну, это зашибись. А, ну это лечение. Ну, не регенерация же. Здесь же сказано. Дает здоровье, а не лечит. Сука. Ну, как это понять? Я бы понял это то, что меня сейчас убьют. У меня есть странное зелье. , а ну что-то. У меня есть странная зелье. Я бы понял это. У меня есть странная зелья. С понимания, что вы понимали, это empirical dáself. а этот ты чего делает так новая генерация то работает тут вообще ничего не работает тоже не только одни проклятие вот все что у меня осталось надо было наверно вот этот разрушить ее иммунитет заставьте ее понервничать каким образом сказать что она жирная и уродина как ее заставить понервничать пока нервничать она заставит только меня но я-то сдохну 10 хп регенерация не работает этот мудак в яичке в своем стоит и ему похеру на все поэтому давайте использовать эффект ну хотя бы одного змея замочу мне кажется это уже неплохо не разбился просто копился как лев ну что это такое наносит урон накладывает кровотечение не надо так такая за меня нет карта в колоде то мне что-то раздадут не мощному блять это спасибо всегда кстати ну лишь развел руками как ну ты лох как это сделать ну ладно дальше отправляемся ну забьем ее и хор идол северная врата ну и хор мне честно говоря не понравился потому что потому ну слишком много мы проклятий набрали и от них меня никто не вылечил я не стал бы искать способ багряных степях но это не значит его там нет ну идол надо отдать союзника с ней договориться о смерти ну а где союзник это взять там этот эльф только давайте в багряных степях все-таки поищем я бы не стал не стал там искать но не знаю что там нет ну вот у меня вообще не нравится формулировка значит меня убедил идол ну хорошо давай идол как дает со сменой а этот в принципе так просто разговор то есть никак не зависит от отправляешься ты все равно с одной точки в этот раз ты уже примерно знал что тебя ждет и смог немного подготовиться нифига себе мне казалось он мне не это не предлагал удалить конечно карты из колода получается что я как будто заглядываю в будущее если в будущем тебе что то не нравится ты можешь попытаться изменить главным образом мне не нравится то что меня убивают главным образом я это имел ввиду и как долго это продлится что ты хочешь от меня это продлится до тех пор пока я не решу что с тебя хватит наслаждайся тебя что то не устраивает дума о том чего хочешь ты персевай точно конечно гана какого-то насыпали то есть и а и 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 вот здесь как много вопросительных знаков за этот путь раз вопросительный знак 23 потом 4 не вот так пойдем ну вот посмотрим вообще что то есть не того ударил что как на меня похоже на это ничего не меняет ну карточка которая сделал с регенерацией там совсем но она оказалась совсем не в тему я думаю что через гнев можно пройти главное чтобы вытягивалась карточка все время вот как это сделать как обеспечить что если у тебя нет в руках сейчас карта то тебе тянется просто будет один гнев сплошной бесконечный гнев но урон маленький в принципе тоже такой себя надо внимательно посмотреть что дает возможность тягать карты из добора когда у тебя в руке ничего нет пока это не знаю не буду брать жажда свалил меня с ног и я присел отдохнуть на обочине прислонившись к стволу дерева пить хотелось нестерпимо рядом придорожная лужа почти пересохла на пару глотков хватит живительный зеленоватый мутный не пить пашка упала вы потеряли 18 здоровья брезглю из победила какой хороший ивент карбанчик чик 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 устал устал отдохни дает 10 блока сбрасывать случайно как мне не нравится когда гном и эльфы заняты друг другом они на меня не нападают и даже иногда просят о помощи повстречал гномов которые пытались свалить на землю эльфийский идол и не спокойно попросили меня поднажать вместе с ними а я думал гномы почитают изначальных духов так же как эльфы почитают но не так же ты когда-нибудь видел гноми гноми друида или может быть шамана жреца религиозный фанатизм не присущ гномам им гораздо важнее все разрушить избавиться от следов эльфийского присутствия во фронтире даже если эльфы вернутся сюда им придется начинать все заново а построить дом или даже крепость гораздо проще чем установить освещенный идол и откуда взялась такая ненависть ко всему эльфийскому ненависти нет есть лопнувшее терпение но это долгая история помочь гномам помешать да и поможем гном а все равно драка мы не успели повалить идол пришлось резко бросать дел как нам бросился разъяренный медведь выпрыгнул словно из ниоткуда надо чтобы он разорвал их мы заберем все и из медведя еще шкур снею было короче опасно ну давайте посмотрим это за медведь так а почему я всегда они видят что просто полный мудак и ставит меня сам первым это он где-нибудь спрятаться у него еще и уклонение надо было кстати ударить сначала по пятерочке ну видишь как хорошая мысль приходит как он пинка дал медведю это конечно грамотно при сильных ранениях меняет намерение на защиту значит надо мудохать его разыгрыш умение у него растет сила ну а мы не разыгрываем мы просто херачим и все как пинка то дал четко тупой кого и медведь вот так от мудок лина начал защищаться но без шансов броня духа медведя здоровье 20 каждое второе разыгрывание умение дает силу боевая стойка раздвоенная карта ловкость плюс 5 до смены стойки херня какая-то взять на продажу так шляпка у меня кстати эта карта не появится так ты слишком много знаешь слишком мало говоришь терпение мой друг всему свое время у нас куча времени не только мне должно быть интересно бывает столько а это только если она ну на надет это правильно а если не надета нет пришел увидел забрал согласен эльфийский доспех но этот с уклонением мне это нравится вот это хорошая вещь надеть конечно тут можно день еще один медведь мне не удалось избежать встречи с изгиренным медведем и людоедом который отъел себя брюхо на полях сражения пожирая непогребенные трупы трупа ед медведя ты чует по запаху гнили жрет всякое дерьмо напасть на медведя сейчас ему пинков то отвесим надеюсь ну сейчас она у меня этого нет гнома то который пинать его будет по 12 единиц чего внутренний зверь дает силу при разыгрывании умений дает меня никаких умений их удалить ну ты косой вообще не умеешь драться на пол чай еще еще вот так вот уже повезло тебя мишка двадцатка чем многовато ты составишь брони людоед сила ловкость карта финальный прием одна сила одна ловкость однако надо мне просто колода вообще непонятно какая вот это что это за колода ты понимаешь не необходимости все таки в ней нет дубина тролля две атаки подряд дают две силы умение сбрасывают бонус с силе регенерация дают да дают тарелля дают дают два дубина тролли дают 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 дать тролли И сокрушительный удар. 17 урона и 3 уязвимости. Получил урон по хпшке, получаешь 5 блок и 1 сила. Так, а что у меня дает-то столько к хп? А вот этот 30-ку дает. Нет, дубину давайте возьмем. Ну, давайте попробуем. Так, медвежья лапа. Если здоровье меньше 50%, в начале ход дает 25 блок и 1 сила. Ну, да что? Возьми. Дикие звери совсем не боятся людей. Наоборот, они набрасываются на меня. Это ненормально, хотя я уже сталкивался с таким поведением раньше. Во фронтире идет война. Неубранные трупы становятся добычей хищников и падальщиков. Зверье попробовал человеченку, и она им понравилась. Ясно. Они воспринимают меня как ходячее лакомство. Ну, ты в меру упитанный. Не крупный и совсем один. Короче, ты жиробас. Если здоровье меньше 50%, то есть это всегда так? Если здоровье меньше половины, то у тебя 25 блок и шпы это. Ну, в принципе-то это может помочь в многих сражениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Много вы орете. Парал 30, потом подумал... Не, 15 дам. А ты еще пари. Продолжение следует... Сгорает, дает одну энергию... Клонирует и дает в руку карту из колоды на выбор... Хорошая вещь, мне нравится... Да это же три богатыря... На встречу мне вышел грозный отряд гномов, верхом на боевых скакунах... Их вид смутно напомнил мне о чем-то... Как будто я уже где-то видел похожую картину раньше... Но так и не вспомнил где именно... Ну что три богатыря... Людям здесь не место, земля гномов... За эту землю тогда и сдохнет... Их вид смутно напомнил... Их вид смутно напомнил... Их вид смутно напомнил... Мне немного прилетит все-таки... Немного это еще мягко сказано... Да урон 28 многовато... Их вид смутно напомнил... Может хотя бы пару хп восстановить... Колотушка... Три раза по три урона... Ну колотушка мне нравится... По крайней мере концептуально... Я понимаю что это такое... Двенадцать урона дает карту... При убийстве... Всем по двадцатке еще наносят... Если атака наносит больше двадцати... Восстанавливаешь два здоровья... Ну давай вот орчи и ботинки возьмем... Бутылку... Цена продажи всех вещей... Увеличена на тридцать процентов... То есть ты предлагаешь набутылить... Торговца... В конце вражеского хода... Восстанавливает здоровье за счет блока... Ну комплект любопытный конечно... В начале боя дает броню... За каждые сто золота... Который накопил... При получении урона по блоку... Наносит атакующему единицу урона... За две единицы... В конце вражеского хода... Восстанавливает здоровье за счет блока... А комплект С5... При использовании любого зелья... Плюс пять к силе... Ну... Плюс пять к силе... Не так много... Но любопытно... Нет... Мы оставляем лапку... Улучшение... Наносит пять раз... Пять раз... Ну ведь это же просто... Секретное оружие... Ну давайте отдохнем... Ну... Он, кстати, не кто-то.. хп восстановилась братьям да нет ну ничего жди тумаков неплохо броня 15 и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...